здравствуйте друзья с вами любомир и в этом видео мы поговорим о том что на первый взгляд может показаться полным бредом я не рекомендую смотреть это видео очень впечатлительным людям потому что данная информация может просто повернуть вас в шок и напрочь сломать ваше мировоззрение поэтому если вы очень впечатлительны сразу же закрывайте это видео и идите смотреть что нибудь веселое доброе развлекательное но а мы продолжаем а поговорим мы сегодня о иллюзорности нашего мира о виртуальности нашего мира именно о виртуальности цифровой виртуальности необычной виртуальности какой-то там непонятной а именно цифровой виртуальности конечно это все можно назвать именно словом иллюзорность потому что она более точно описывает то что мы будем сегодня рассматривать данная тема уже достаточно глубоко раскрывается в многих видеороликах на ю тубе я думаю если вы зашли и смотрите это видео то значит вы уже нечто подобное видели но даже если вы не видели нечто подобного то все равно вам будет интересно посмотреть этот видеоролик потому что информация в данном видеоролике будет действительно очень интересное это будет своего рода размышление о виртуальности нашего мира мы вместе с вами поразмышляем и придем каким-то логическим заключением почему наш мир виртуальный почему кого-то вообще могла возникнуть такая идея что наш мир виртуальный ведь вроде бы мы все трогаем ходим все ощущаем почему же он может оказаться виртуальным вот именно об этом мы сегодня и поговорим я думаю многие осмотрели фильм матрица и конечно же в фильме матрица данная тема достаточно сильно и достаточно глубоко раскрывается только и с единственным но фильме матрица говорится о том что наш точнее не наш а тот мир в котором они жили обычный город один наверное так там не целый мир наверное был ну хотя возможно и целый мир я уже точно не помню он просто-напросто виртуальный вот тот мир в котором они жили он цифровой виртуальный с определенным там своим кодом создан машинами но в итоге когда они выходят из той матрицы они попадают в точно такой же мир практически идентичны только захвачены машинами но тем не менее он тоже материальный он обычный просто в будущем то есть это один и тот же мир как бы матрица в фильме матрица говорится о том что наш мир вроде как виртуальный ну подумайте об этом задумайтесь он виртуальный но когда вы из него выйдете то вы окажетесь якобы в таком же мире только вот на вас были надеты виар очки современные то есть о чем говорит фильм матрица он на самом деле очень глубокий и есть много разнообразных видео которые разбирают глубинную суть данного фильма там очень много тем затрагивается но самая главная тема фильма матрица это то что мир может быть виртуальным он вообще дает посыл нам заставляет задуматься о том что мир реально может быть виртуальным и тогда в 90-е годы когда вышла первая часть фильма матрица очень много последователей было у данного фильма и очень много людей начали именно так думать но дело в том что фильм матрица не дает полного понимания он дает только отсылку или посылку и при том что он нас нам намекает на то что мир может быть виртуальным но тем не менее он уводит стороны и говорит что он то может быть виртуальным но вы на самом деле в ярочках и вы находитесь в таком же мире он такой же на самом деле но мы сегодня заглянем поглубже мы сегодня копнем немножко глубже вот такой обычной цифровой виртуальности которую мы привыкли видеть ну и собственно говоря этой цифровой виртуальности мы не могли бы представить если бы не появились компьютеры для нас бы это было бы вообще трансцендентно непознаваемо если бы не появилось не появились технологии которые сейчас позволяют примерно хотя бы частично воссоздать нечто подобное вот те же самые компьютерные игры и прочее прочее если бы этого всего не было естественно люди бы не могли представить себе цифровой виртуальной реальность ну представьте что вы живете 18 веке или в 16 веке когда такого и в помине не было но мы этого конечно не знаем что там было на самом деле но вот представим что вот все действительно так как нам нас рассказывает современная история вы живете и вам тут говорят что наш мир виртуальный он не настоящий он иллюзорный кстати были учения о иллюзорности мира но их было очень мало да и мы как я уже сказал не знаем ничего на самом деле о том времени еще в девятнадцатом веке начале двадцатого века уже были учения о или за иллюзорности нашего мира к сожалению сейчас не припомню что это звучание но я помню что изучал когда я изучал этот вопрос я натыкался на то что такие учения уже были но именно о иллюзорности а мы сейчас говорим о виртуальности мы можем это представить уже как это выглядит как это может быть построена но для этого понадобится для того чтобы создать вот ту виртуальность которую мы видим как вы понимаете супер просто колоссально титанически мощные компьютеры просто титанически колоссальные вычислительные мощности для того чтобы воссоздать нашу реальность именно в цифровом виде а если мы представим что наша реальность воссоздана именно в цифровом виде если мы действительно лежим где-то в ярочках ну в такой же форме как мы себя представим привыкли представлять то это очень интересно конечно же это просто колоссально вы наверное все знаете такого героя нашего времени как илон маск так вот даже вот этот наш герой тесла герой space x заявляет ну в некоторых своих интервью говорил что он сам считает что наш мир виртуальный ну если уже илон маск считает что наш мир виртуальный то уже сейчас никому не грех об этом говорить сейчас об этом значит можно говорить направо и налево эта информация уже открыта и для меня все-таки очень подозрительно то что илон маск говорит об этом вообще илоне маски можно говорить тоже очень много и один для этого нужна вообще отдельная тема чтобы поговорить именно было не маски потому что это очень загадочная личность ну на самом деле все просто но под поскольку мы находимся далеко мы ничего не знаем для нас на самом деле эта личность достаточно загадочная несмотря на то что он постоянно находится на виду он постоянно вот такой вот он бизнесмен который который вырвался можно сказать из низов потихоньку развивался развивался и добился колоссальных успехов он просто человек номер один сейчас в мире и вот этот человек номер один который герой нашего времени современный супермен вот он говорит о виртуальности нашего мира ну что же значит и мы тогда можем об этом совершенно спокойно говорить и нам за это ничего не будет давайте поговорим о наших органах чувств о нашем восприятии как мы воспринимаем наш мир вот мы думаем что мы воспринимаем наш мир вот так как он как он выглядит такой он и есть но даже современные ученые копченые говорят о том что мы воспринимаем наш мир только мозгом потому что ну на самом деле если логически подумать наши все органы чувств это просто датчики, которые находятся в нашем теле. На конце рук, на конце ног находятся сенсоры, которыми мы ощущаем тепло, холод, прикосновения, то есть тактильные чувства. Ну, вообще по всему нашему телу, по вся наша кожа, она просто натыкана целой кучей датчиков, которые через нервное окончание передают в мозг информацию. По сути, да, мы воспринимаем нашу информацию, всю поступающую извне мозгом. Точно так же мы воспринимаем зрительную информацию, которая является основным потоком. Большую часть вообще информации мы получаем через зрительный нерв. Не зря зрительный нерв настолько толстый. И он реально перекрывает все-все-все нервы вместе взятые, всю информацию, которая есть, и слуховую, и тактильную, и информацию об обонянии, информацию о положении в пространстве, которое дает нам внутреннее ухо. На самом деле у нас не пять органов чувства, а больше. Еще мы воспринимаем температуру. Это тоже отдельная информация. Нельзя сказать, что тактильная и температурная информация – это одна. Восприятие температуры у нас... За восприятие, точнее, температуры у нас отвечают отдельные датчики, отдельные нервы и рецепторы. Поэтому ну, некоторые современные ученые-копченые говорят о том, что у нас уже больше органов чувств ни с того, ни с сего стало было пять, а стало теперь уже семь, и кто-то говорит, что девять, двенадцать и так далее. Но неважно. Мы воспринимаем внешнюю информацию, которая находится вокруг нас именно мозгом через свои органы чувств, но не своими именно органами чувствами, и все, и мы сразу ее восприняли. По проводам, по вот этим нервным окончаниям эта информация попадает к нам в мозг. А вот откуда она идет оттуда дальше, остается загадкой. Эзотерические учения, всякие философские учения говорят о том, что наш мозг – это просто передатчик. Он просто как компьютер, который собирает информацию и передает ее куда-то далее. И что на самом деле наше «я» находится где-то или вокруг, или вообще находится в другой реальности. А мозг является просто ретранслятором данной информации. И так называемая наша душа или наш дух, наше внутреннее «я», наше внутреннее «я», наше высшее «я» находится за пределами нашего тела. То есть, по сути, если мы вот так вот логически вот это все сведем воедино, в единую картину, даже если мы представим, что так все на самом деле и есть, то мы не можем даже говорить о том, что наш мир реален. Даже вот при такой картине мира. Потому что, если наше «я», наша сущность находится в другом измерении, в другой вселенной, ну, где-то в ином мире, скажем так, даже имеет иную форму материи, которая не воспринимается. Например, теория эфира, та же самая. Мы находимся где-то, может, в эфирной какой-то другой оболочке. То мы тоже не можем сказать, что наш мир реален. Как мы можем сказать, что он материален? Да, можно считать, что это все материя, и мы воспринимаем это все как материальный мир. Но еще раз говорю, что мы воспринимаем это через наши органы чувств. Какую обработку проходит по проводам эта вся информация во время того, как она идет по проводам? Мы не знаем. Мы просто это воспринимаем. Мы считаем, что мы «я», и «я», вот откуда мы смотрим, мы «сама», поскольку глаза — это самый явный источник для нас, через который идет самое большое количество информации, мы через них воспринимаем себя. Нам кажется, что именно здесь мы находимся. Но когда мы закрываем глаза, мы себя ощущаем как будто бы внутри головы. И наш мир перестает существовать вообще. Мы его только представляем. Мы закрыли глаза, и мир вокруг нас, он как бы остался. Но вот проведите эксперимент. Попробуйте вот закрыть глаза, только сильно-сильно закрыть глаза, зажмурить. И, например, вечером выключить свет в комнате. Точнее, сначала выключить свет, потом зажмурить глаза. Очень сильно, чтобы вы не видели, что свет включен или выключен. Потом включите свет. И вот вы, когда зажмуривали глаза, вы представляли, что свет выключен. И для вас комната представлялась вот такой полутьме, полумраке. Но когда вы включили свет, вы еще не представили, что свет включен. Точнее, вы еще не можете это представить сразу же. Ну, точно так же, в принципе, и наоборот происходит. когда мы выключаем свет, точнее, когда мы с включенным светом, если, например, у вас автоматически выключается свет, например, вы закрыли глаза, и комната у вас представляется освещенной. А потом вы открываете глаза, а она темная. То есть, на самом деле, мир другой. Давайте поговорим о квантовой физике. Современная квантовая физика доказывает то, что наш мир виртуален. Каким же образом? Ну, существует очень много разнообразных экспериментов, существует очень много разнообразных теорий, но вот квантовая физика ближе всего подобралась к тому, что наш мир является виртуальной реальностью. Как они это вообще к этому пришли? Как они это доказали? И, ну, я так считаю, что практически доказали. Хотя, это тоже не факт. Об этом можно очень долго рассуждать. Есть такой эффект наблюдателя. Я думаю, многие из вас, если вы смотрите это видео, уже слышали о таком эффекте. В чем заключается эффект наблюдателя? Эффект наблюдателя заключается в том, что если мы смотрим на самые мельчайшие частички, ну, по крайней мере, которые нам известны, возможно, не самые мельчайшие, в общем, на атомы, на частицы, атомы и частицы, да, то они себя ведут определенным образом. Если мы отворачиваемся, не наблюдаем, то они себя ведут по-другому. то есть, если мы на них наблюдаем, они себя ведут так, как, например, вела бы себя игра компьютерная, когда мы смотрим именно в экран. Ну, то есть, когда мы именно экраном своей мышкой поворачиваем в определенном направлении, то есть, там прорисовываются шейдеры, там прорисовываются текстуры, там прорисовывается дальность обзора. Но если мы отворачиваемся, то сзади у нас получается в игре, в цифровой реальности, именно в компьютерной игре, там ничего не прорисовывается. Там просто-напросто пустота. У нас прорисовывается именно картинка лучше всего и качественнее всего именно там, куда мы повернули свою камеру в игре. Ну, по крайней мере, примерно так я это объяснил. возможно, это немножко по-другому как-то в компьютерной игре отображается, но я думаю, что более-менее понятно. Возможно, немного запутано, но понятно. То есть, как это происходит? Например, ученые копченые запускали частицы через одну щель, потом через две щели, и у них возникала интерферационная картинка. Во время того, как когда стояла камера и наблюдали, она была одной, то есть, например, если две щели было, то запускали частицу, и она, частицы, они четко падали на одну точку или на две точки, которые проходили через две щели. Но если они уже наблюдали за этим явлением, именно за моментом прохождения через щели, то они на экране наблюдали уже не просто две какие-то точки, бомбардируемые частицами, а уже наблюдали полную интерферационную картинку, то есть, разложение, как волна происходила. То есть, происходило своего рода прорисовка. Затрачивалась дополнительная цифровая мощность. То есть, о чем это говорит, что наш мир действительно, если с точки зрения квантовой физики, вот так вот, как они действительно все это открыли, действительно виртуальный. И все, что мы воспринимаем, просто-напросто прорисовывается, но в более глубоких масштабах, до атомов, а может и более глубоко. То есть, вычислительные мощности присутствуют, но они настолько колоссальные, что они вычисляют каждую частицу в нашем мире. Если мы на частицу на эту наблюдаем, она прорисовывается. Вот вы же не можете сказать, что в данный момент, когда вы не смотрите на мир сзади вас, что он такой, какой он есть, такой, какой вы его представляете. Может, там сзади розовый пони находится, а когда вы поворачиваетесь, все так, как вы привыкли представлять. Поэтому вот через такие логические заключения можно прийти к тому, что действительно наш мир виртуальный. По крайней мере, об этом говорит современная квантовая физика. А теперь давайте поговорим о том, как можно менять этот мир. Это очень интересная тема. Об этом говорит очень много разнообразных эзотерических практик. И в фильме «Матрица» эта тема тоже поднимается и тоже раскрывается. Но она не очень глубоко там раскрывается. Точнее не в первой части, в следующих частях эта тема раскрывается второй, третий уже намного более глубоко. Неоложки не существует, поэтому ты можешь ее менять как угодно. То есть о чем это говорит? Если наш мир действительно виртуальный и мы знаем, что мы можем с ним взаимодействовать физически, а если наш мозг тоже является частью этого физического мира, ну и тем более многие ученые, такие, например, как Петр Горяев и прочее, хотя он является лжеученым, доказывают о том, что влияние нашего мозга, наших волн нашего мозга, они тоже влияют на нашу реальность. То есть если мы просто-напросто будем очень сильно верить в то, что мы можем поменять мир вокруг нас, если он действительно цифровой, то это так, то мы с легкостью можем переписать его код, но переписать код именно не вручную, как мы привыкли на компьютере, а именно переписать его код силой мысли нашей. Нам постоянно говорят мысли материальные, мысли материальные, но не объясняют, почему они материальные. Так вот виртуальность нашего мира может нам ответить на этот вопрос, почему наши мысли материальные. На самом деле это очень оптимистичная нота, друзья, и я закончу это видео именно на оптимистичной ноте. Я скажу вам, что вы можете, реально можете менять мир. Для этого, конечно, я скажу, что для этого понадобится действительно усилие, понадобится усилие, но эти усилия не физические. Точнее, они будут физическими, потом они будут физическими, но для начала, для того, чтобы менять свой мир вокруг себя, точно так же, как Нео поворачивал ложку, я считаю, что это тоже возможно, просто наш мозг, мозг многих, большинства людей слишком зашорен. На самом деле, способности есть, возможности есть, но слишком много блоков, слишком много программ, которые именно блокируют эти способности. Возможно, когда-то мир сказки существовал, и хотелось бы верить, что так и было, и есть много книг разнообразных на эту тему, например, книги Шемчука, я думаю, многие слышали об этом авторе. Вот он тоже рассказывает о том, что когда-то существовал сказочный мир, практически сказочный, где можно было бы себе заказать то, что ты хочешь, растения и так далее, с таким вкусом, который ты представил. Но то, что мы не можем, то, что мы не видели, скорее всего, мы не можем представить. Это тоже тема отдельного разговора. То есть наш мир, если он действительно цифровой, даже если это не так, даже если он не цифровой, а какой-то материальный, но квантовая механика говорит о том, что он именно что-то типа имеет вычислительных мощностей каких-то, то мы реально можем повлиять на наш мир. И мы можем изменить его к лучшему, если у нас положительный позыв в нашем мозге, в нашем сознании. Ну, или к худшему, если у кого-то негативное восприятие мира, и он хочет его уничтожить. Сейчас, кстати, тенденция такая идет, что, в принципе, вроде бы как наш мир очень сильно быстро меняется и вроде бы идет в сторону уничтожения планеты. Но я надеюсь и верю в то, что все-таки мир продолжит существовать, по крайней мере, наша Вселенная. Ну, если она цифровая, то ее можно просто стереть и запустить новую. Поэтому пользуйтесь данным знанием, меняйте свой мир просто силой своего воображения. меняйте в ту сторону, которую вам больше подходит. То, что вы хотите. Но возникает тут еще один вопрос, что вы хотите, чего вы хотите, потому что большинство людей не знает, чего они хотят. Но это тоже тема отдельного видео, которое тоже обязательно запишу на своем канале. Что ж, друзья, если видео вам понравилось, поставьте лайк. С вами был Любомир, канал Ненаука. Всем всего доброго. До свидания.